Вы не представляете, какой я лох. Привет, ребят, я Стефи, и я снимаю это видео, мне кажется, раз уже в пятый. Сначала мне не нравился свет, потом мне не нравилась композиция. Сейчас я согласна уже была на всё, но я случайно записала всё видео в слоуму. А вдруг я сейчас снимаю в слоуму? Надо проверить. Всё нормально. А сегодня я хочу показать вам мою осеннюю косметичку. Каждый сезон я стараюсь подбирать себе из того, что у меня есть, из моих косметических запасов, то, что надо закончить, или в принципе то, что мне хочется распробовать, то, что меня вдохновляет по цветам. В общем, по разным критериям я собираю себе косметичку. Так мне проще найти то, что мне нужно, так проще ориентироваться и быстрее себе сделать макияж, если мне это нужно. Сегодня я покажу её содержимое. Также у меня сегодня в гостях, ну или я у него, это как посмотреть, мой цветок Игнат. Его сегодня задача задорно шелестеть. Нам на радость. Я выстрою логику повествования таким образом, чтобы показывать всё по логике. То есть, короче, я покажу в той последовательности продуктов, которые я их сегодня использовала, чтобы сделать вот этот макияж. Начала я сегодня с базы под макияж от Artvisage. У меня не камера и нет какого-то специального фокуса, но никто мне не запретит так делать. В принципе, база посредственная, на мой взгляд. Ничего она особенного мне не делает. Она типа должна подсвечивать. Стойкость макияжа она мне не особо продлевает. Просто хочу её закончить, потому что скоро выйдет срок годности. Вот и всё. Тональный... Да что же ты будешь делать? Всё против меня. Тональный крем, которым я пользуюсь, это вот такой вот от Maybelline. Не знаю, многие меня всё время хейтят за то, что я им пользуюсь. Но меня всё устраивает. Покрытие нормальное, цвет нормальный, держится хорошо. Чё ещё надо? Я не знаю. В общем, вот такой вот Maybelline Fit Me 110 оттенок. Далее я делаю шаг, который многих бесит, а кому-то нравится. Это мои веснушки. Я их делаю вот таким спреем от L'Oreal. И обычно я использую оттенок красное дерево, но он у меня закончился, к сожалению. Остался вот такой каштановый. Но я сейчас наловчилась делать определённым образом, распылять этот спрей, чтобы у меня веснушки выглядели не слишком темно. Темно, так говорят. У меня уже просто отключаются мозги реально. И после стольких дублей, после того, как я сделала тон, нанесла веснушки, я оформляю брови карандашом от Kiko во втором оттенке. Мне он нравится. Просто легко им прорисовать волоски, растушевать щёточкой. И после этого закрепить всё гелем. Старенький мой гель, который уже заканчивается. Раньше он был, кстати, прозрачным. От Vivienne Sabo. Fixateur. С французским у меня всё прекрасно, я знаю. Если у вас есть возможность купить этот гель, у меня нет, потому что, по-моему, здесь они не продаются, в Италии, то советую хороший гель. Я им пользуюсь довольно давно. Присмотритесь. Дальше идёт моя любимая рубрика — глаза. Я к осени достала себе две палетки, которые я очень люблю. Обе такие тёплые, осенние. Давайте начнём с NYX. Эта старушка со мной уже очень давно, но по ней видно. И меня изначально очаровал вот этот металлический, медный, какой-то глубокий оранжевый оттенок. У него такая кремовая текстура. Можно даже просто его распределить на всё подвижное и неподвижное веко, и ваш макияж глаз готов. Не знаю, делают ли они такие ещё, но если делают, мой рекомендацион. Вторая палетка — это Huda Smoky Obsessions. Она у меня немного побитая, но это просто потом... Ой, что-то она у меня опять разлетелась на кусочки. Длин. Тени Huda вообще довольно хрупкие, особенно шиммеры. Но в целом пользоваться можно. Здесь красивые тёплые оттенки, красивые блестяшки. Можно сделать светлый какой-то нёдовый макияж. Можно углубить складку, допустим, сделать какие-то красивые бронзовые смоки. Универсальная и тоже с осенним каким-то настроением для меня. Также у меня в косметичке есть вот такое дуо теней от Kiko. Купила их на скидке. Здесь есть металлик такой, опять же, медный. И матовый нюд. Я вот этот матовый нюд люблю ещё наносить себе иногда на губы. Использую их чаще всего как подложку, потому что металлик, например, скатывается, если его самостоятельно нанести на веко и не закрепить ничем. Знаете, что я забыла показать? Вазелин. Я купила этот вазелин в России, когда ещё сидела там на карантине довольно долго. Рублей, мне кажется, за... Не знаю, рублей 30, наверное, может 50. Офигенный вазелин. Просто обычный детский. Наношу периодически в течение макияжа, чтобы потом, когда я буду наносить карандаши и помады, у меня были разглажены уже губы и готовы для этого. Вернёмся к нашим глазам. Вот такой у меня карандаш белый от Golden Rose для слизистой. Мне все советуют купить именно бежевый каял, и типа, что белый выглядит плохо и ненатурально, но мне нравится именно белый. Мне нравится, как ярко он выглядит, и не вижу смысла ничего менять, если мне нравится. Карандаш, которому 100 лет, и он, кстати, тоже в оттенке номер 100. Кико. Глубокий, красивый, дымчатый, серый оттенок. Очень мягкий, хорошо тушуется. Люблю наносить его на межресничное пространство. К сожалению, заканчивается, и я не видела, чтобы Кико до сих пор их выпускали. Лайнер. У меня тоже от Кико. Я некоторые, не знаю, некоторую косметику храню в своих упаковках, меня это прикалывает почему-то. Обычный маркер. Им можно нарисовать тоненькую стрелочку, можно потолще. Хорошо держится. Это все критерии, которые я ищу в лайнерах. Меня всё устраивает. Заканчиваем макияж глаз тушью от NYX. Все интересуются, какой тушью я делаю такие ресницы, но фишка в том, что у меня ресницы растут не вниз, не прямо, а уже с изгибом. То есть у меня любая тушь из моей коллекции, практически любая, справляется с моими ресницами хорошо. Но это тоже неплохо. Если вы ищете какую-то удлиняющую, которая хорошо прокрашивает ресницы, NYX on the rise, которую я пользуюсь именно сейчас. Мы сделали макияж глаз, мы сделали, оформили брови, веснушки и так далее. Время это всё закреплять. Мне очень нравится эта пудра от Essence. Обычно пудрой от Essence я заканчиваю месяца за полтора, а то и быстрее. У меня раньше была любимица от Essence в розовом таком розоватом оттенке, но, к сожалению, по-моему, её сняли с производства. Я ей на замену купила, по-моему, ещё в марте месяце вот эту пудру от Essence. И она с марта у меня продержалась. То есть у меня на сих пор там есть продукт, хотя я почти каждый день ею пользуюсь. Хорошая пудра с пигментом, подсвечивает, хорошо матирует. Я уже даже вторую упаковку купила. Меня вообще устраивает. Если я, кстати, очень сильно, слишком сильно интенсивно распылю себе веснушки, она меня и спасает, потому что именно этой пудрой я посильнее просто напудриваюсь, и она съедает интенсивность веснушек. По идее дальше идёт контуринг. В качестве контуринга я использую румяна от Physicians Formula в оттенке Plum Rose. Если вы когда-то пользовались бронзерами, румянами, чем угодно от Physicians Formula, вы знаете этот приятный тропический кокосовый запах. У этих румян такой холодный подтон, холодный оттенок, с небольшой совсем розовинкой. Я наношу на скулы, нос я как-то особенно не контурирую, не знаю, не хочется мне. Но вот, наверное, это называется дрейпинг, когда ты контурируешь себя румянами. Ну вот, я делаю небольшой дрейпинг именно вот этими румяшками. Но это не значит, что на этом мы покончили с румяными, потому что в ход идут мои любимые румяна. Это Wet n Wild, Mellow Wine. Wet n Wild в оттенке Mellow Wine. И я никогда не думала, что я буду пользоваться именно персиковыми румянами. Я всю жизнь думала, что они мне не пойдут. Оранжевые вот эти все, коралловые, это не моя история, но оказалось, что это то, что мне было нужно. Они подходят вообще практически под все мои макияжи. Они хорошо пигментированы. Я наношу их интенсивно на нос, на щёчки, на глаза, немножко сюда, немножко туда, на шею даже. И выглядят все очень гармонично. Мне прям нравится, как они на мне смотрятся. И сейчас это мои любимые румяна. Они, кстати, есть на Wildberries. Там я их и заказывала, опять же, когда сидела на карантине. Я думаю, они все еще там есть. По-быстрому про хайлайтеры. Я не очень люблю хайлайтеры, но когда у меня есть настроение, я наношу вот это вот трио от The Balm, Mary Lou, Cindy Lou и Betty Lou Manizer. Это их классическая линейка хайлайтеров. Мне эту палетку дарили, по-моему, на 20 лет. И она у меня до сих пор в отличном состоянии, потому что я довольно редко пользуюсь хайлайтерами. Просто так вышло как-то по жизни. Я себя какое-то время заставляла полюбить хайлайтеры, я прям ими обмазывалась и думала, ну у нас всем так нравится, значит, и мне должно нравиться. А потом я просто поняла, что я себя заставляю вообще? Ну не нравятся мне хайлайтеры, ну люблю я матовые щёки, ну в чём проблема? Переходим к губам. Начнём давайте с классического моего варианта, то, с чем я немного даже ассоциируюсь, это мои красные губы. Обычно я их оформляю вот этими вот карандашами, оба они от Vivienne Sabo, один в 206 оттенке, второй в 109. 206 вот этот оттенок, этого малютку я купила очень давно, и мне кажется, он ещё в какой-то более старой формуле, потому что он, во-первых, мягче этого карандаша, во-вторых, ну да, оттенки просто отличаются, но это никак не зависит от того, сколько ему лет. В общем, этот 206 более алый, 109 поновее, и он такой блинный больше уходит, но они оба мне нравятся, оба красивые, и я их могу использовать как самостоятельно, так и нанести сверху помаду. И это помада, господи. Мне на 18-летие подарили набор духи плюс миниатюра помады. Это были духи Black Opium, мой первый флакон. С тех пор у меня уже было, по-моему, два других флакона Black Opium, а помада из того наборчика самого первого всё ещё со мной. Я её красилась ещё в школе, понимаете? Я её очень экономила, потому что у меня не было, да и сейчас не очень много каких-то люксовых помад. Она в таком красивом красном оттенке, очень приятно пахнет, отдушка у неё вообще не испортилась, и я наношу её иногда поверх карандаша. Она сама по себе, если её нанести, растекается довольно сильно, поэтому только на карандаш, но, конечно, мне прям приятно ей просто пользоваться. Но надо уже как бы заканчивать её, конечно, потому что, блин, помаде 5 лет. Алло! На дворе же осень. Мои винные губы знаменитые. Наверное, знаменитые. Ну, да, знаменитые, потому что я их выкладывала и в Инстаграм они хорошо залетели, и в ТикТок они хорошо залетели. Посмотрим, как на Ютубе вы оцените это комбо. Я прикреплю здесь фотографию моего макияжа с этим комбо. Карандаш для губ от NYX в оттенке в оттенке лима. Он мне достался, когда я ещё была бьюти-блогером в Инстаграм, мне его прислали. Ничего особенного, просто коричневый карандашик. А вот помада, помада особенная. Я не все уши проружжала всем вокруг, мне кажется. Недавно я её показывала и в ТикТок, и в Инстаграм снова. Это Maybelline в оттенке 885 Midnight Merlot глубочайший, красивый, не супер тёмный, но и не супер светлый, но и не супер коричневый, не супер фиолетовый. В общем, офигенный глубокий цвет. Меня, короче, напугали, что её снимают с производства, поэтому, если вы увидите этот оттенок, ну, наверное, стоит его взять, потому что, если это действительно так, то это потеря из потерь, девчонки. Ну и куда же без нюдовых губ, потому что, например, сейчас на улицу с красными губами я выйти не могу. Почему? Потому что я надеваю маску, и красные губы у меня уже очень очевидно размазываются по всему подбородку, если я ношу маску, а маску носить теперь везде обязательно. Поэтому я делаю себе нюдовые губы, иногда просто соло наношу вот этот карандаш, опять же, от Vivienne Sabo в 101-ом оттенке. Я знаю, многие блогеры его хвалят, многие пользуются, многие рекомендуют. Я согласна, офигенный нюдовый оттенок на каждый день. Можно самостоятельно носить, можно с помадой. По помадам у меня сейчас из любимчиков Maybelline Superstay в 60-ом оттенке, поэт, такой рыжеватый, довольно светлый всё же, нюд, и нюд потемнее, вот такой вот 01-ый оттенок от Kiko из коллекции Magnetic Attraction. Attraction. Оба они идеально мне подходят на осень, потому что они очень тёплые. И в косметичке уже ничего не осталось, кроме вот такого фиксирующего спрея, который мне отдала Лиля. Я фиксирующий спрей люблю, мне нравится поставить эту точку себе в макияже и немного подосадить пудру, которую я наносила. Можно прекрасно обойтись без него, но мне нравится спрей. Складываю всё обратно. Боже, я надеюсь, в этот раз я отсняла. У меня ничего не в слоумо. У меня не обрезано в кадре полбашки. Умоляю. Спасибо, что посмотрели это видео. Я желаю вам прекрасного вечера дня, когда бы вы не смотрели это видео. Буду очень рада вашим комментариям, буду рада вашей активности на моих страничках в Instagram, в TikTok, вашим лайкам, в общем, любой поддержке за неё. Спасибо заранее и спасибо, что были со мной. Чао! субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.